Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Буганфорум» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей и расскажем о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Торжественная линейка цветы и поздравления. День знаний отметили в Бресте. Доброта и милосердие – вот что помогает двигаться вперед. В областном центре подведены первые итоги благотворительной акции «Каждая крошка в ладошку». Быть сильнее обстоятельств и жизненных преград. О том, какие бывают парашютисты и что стоит перебороть себя. Об этих и других событиях прямо сейчас. День знаний на этой неделе отметили в нашей стране. Для областного центра этот праздник ознаменовался двумя важными поводами. Во-первых, конечно же, началом нового учебного года, а во-вторых – новосельем. В Бресте открыл свои двери для ребят новый учебно-педагогический комплекс «Ясли сад» начальная школа номер 10. На первой торжественной линейке в учреждении побывала и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. «Учатся, занимаются чем-то, играют». Уже в свои шесть с небольшим первоклассник Костя Ереванович знает. Школа – это многопрофильная система, где можно не только учиться, но и развивать свои спортивные достижения, находить новых друзей. Сегодня среди его одноклассников много товарищей – тех, кто живет в соседнем доме или на ближайшей улице. Новый учебно-педагогический комплекс появился в глубине района. Для многих родителей даже в шаговой доступности, что стало в буквальном смысле настоящим подарком. «Поближе, конечно, хорошо. С детками это очень удобно, потому что есть маленькие детки еще помимо старших деток. Но мы надеемся, перспектива нас ждет в этой школе какая-то. Но будем стараться, учиться, конечно, обязательно». Сегодня на площади перед новым учебно-педагогическим комплексом собралось несколько сотен мальчиков и девочек. Каждый из них с особым трепетом ожидал момента торжественного открытия Ясли-сада начальной школы, который ознаменует начало двух образовательных историй – историю становления и развития будущих взрослых брещан и историю формирования уклада и традиций нового учебного заведения. «В комплексе созданы все условия. И материально-техническая база достаточно высока. То есть есть все необходимое для организации образовательного процесса. И я думаю, что именно вот сегодняшний день это будет достойным стартом, будущим победам, в нашей очереди». Чуть более 90 миллиардов нединаминированных белорусских рублей. Именно такая сумма была выделена из бюджета на строительство этого большого учебно-педагогического комплекса, который объединил в себе два учреждения – Ясли-сад и начальную школу. В последнее время такая учебная традиция прочно закрепилась в системе образования, причем не безосновательно. Придя в учреждение в два года под чутким руководством воспитателей и педагогов, ребенок формируется и развивается здесь до 10 лет. Это позволяет предостеречь малышей от дополнительных стрессов, связанных с переходом из одного коллектива в другой. В учебном заведении функционирует 8 дошкольных групп, а также 16 помещений блока начальной школы. В наличии музыкальный, гимнастический и актовые залы, библиотека и книгохранилище, медблок. Особое внимание при проектировании заказчики и проектировщики уделили классам и кабинетам, оснащенным по последнему слову техники. Здесь на первом уроке в первом А-классе побывал и губернатор региона Анатолий Лис. От имени главы государства он вручил юным школьникам символичные памятные подарки – книги, а также пожелал ребятам грамотно использовать созданную материально-техническую базу и постоянно развиваться. Прекрасный коллектив, все молодые, все довольные, хорошее помещение, хорошее условие, как для детей, так и для воспитателей, для учителей. Люди творческие, поэтому я считаю, что здесь все нормально и будет учебный процесс, воспитательный процесс проводиться, ну, как положено. Кроме того, в рамках визита губернатор региона ознакомился с созданным на базе ЯСЛИСА до начальной школы избирательным участком, а также первым оставил запись в книге почетных гостей. Как отметил Анатолий Лис, это новоселье в микрорайоне Южный не последнее. Скоро здесь будет начато строительство новой школы. Продолжится такая приятная тенденция и в других уголках Брещины. Это щелетие у города Бреста. Мы планируем, и это есть в программе, которая утверждена президентом нашей страны, строительство еще одной школы большой и двух детских садов до 2019 года в городе Бресте. Кроме этого, мы планируем еще строительство детских дошкольных учреждений. Какого типа мы посмотрим, может быть, вот и такого типа они будут. Это, прежде всего, Барановичи и город Пинск. Анастасия Нездрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Первый звонок – всегда долгожданное и волнительное событие как для первоклассчиков, так и для их родителей. Проходят годы, а в памяти остаются яркие моменты. Знакомство со школой, с первым учителем, с одноклассниками, прописи, домашние задания. Первый звонок на текущей неделе прозвенел и для учеников первой школы. Учреждение образования в третий раз принимало в своих стенах первоклассников. Яркий праздник о Дню Знаний посетили представители вертикали власти и поздравили новое пополнение с началом нового этапа в их жизни. О том, как это было, расскажет София Бережная. Торжественная линейка в первой Брестской средней школе собрала небывалое количество первоклассников. Суета и волнение среди малышей перед началом мероприятия была вполне объяснима. Все это для них происходило впервые. Самое молодое и самое крупное учреждение образования Бреста в этом году принимало 176 первоклассников. Общее число учащихся школы составило 1540. Поздравить детей и их родителей с новым учебным годом, разделить яркое событие в жизни каждого из них, пришли представители вертикали власти. Глава администрации Московского района города Бреста Вадим Кравчук произнес напутствованные слова тем, для кого этот день был знаменовым вступлением в новую жизнь, взрослую и самостоятельную. Первая линейка произошла, так совпало, что в первой школе, наверное, самой красивой школе не только Московского района, но и города Бреста. На линейке присутствовали, самое главное, это наша изюминка, это наши первоклассники. В этой школе 7 первых классов. Всего по Московскому району в школы пошли 25 162 ученика. В первые классы в том числе 3062 ученика. Это говорит о том, что наше поколение растет, разрастается и стремится к знаниям. Первая школа располагает с первых минут. Просторные коридоры, свежий ремонт, довольно необычная проектировка здания, комфортные условия с учетом потребностей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И другие плюсы, словом, все для наших детей. Уют оценили и первоклассники. Перед первым школьным уроком они волновались, однако волнение испарилось, едва классный учитель начал беседу. Это первый день школы. Хотелось в школу пойти. Лето у первоклассник не прошло даром. Отдыхая, многие из них не забывали и о подготовке к школе. Учились писать, читать, чтобы в дальнейшем учебная программа далась легко. Дома я по математике занималась. А еще что делали? Читала на одной училой, да? Да, я уже училась. Учеб, дома уроки. Ну, только еще. В новом учебном году к школьным занятиям приступят 162 тысячи учащихся Брестской области, что на 3 тысячи больше в сравнении с предыдущим. Порядка 17 тысяч ребят шагнут в первый класс. Подготовка к новому учебному году велась серьезным образом. К 1 сентября все учреждения образования были готовы принимать детей. В продолжение темы. 1 сентября впервые за парты студенческие сели несколько тысяч молодых людей Брестской области. Еще недавно они были абитуриентами и недавно проходили экзаменационные испытания. В итоге этим юношам и девушкам удалось прийти к заветной цели – поступить в выбранный ими вуз. Более полутора тысяч ребят пополнили большую студенческую семью Брестского государственного технического университета. Начало нового учебного года ознаменовала торжественная линейка, проходившая уже по традиции в Брестской крепости. О том, как это было, о том, какие они нынешние первокурсники, подробнее в следующем материале выпуска. 1620 человек – такое внушительное число первокурсников нового учебного года. Чем не показатель того, что Брестский технический вуз имеет престиж и занимает свое достойное место среди учреждений высшего образования Беларуси. Многие из сегодняшних студентов пока не осознали, что впереди ждет новый этап уже взрослой жизни. Студенческие будни – главное для них на данный момент, что мечта сбылась. Здесь специальность, которая мне нужна, которую я хотела, которая стремилась – архитектура, строительный факультет. Это моя мечта была, и вот достигла. Было трудно готовиться, нужно было заниматься репетиторов, заниматься постоянно, сидеть ночью напролет за физикой, математикой. Ну, вообще было трудно. Учиться в этом вузе, как оказалось, мечта не только белорусской молодежи. В числе первокурсников Брестского, Государственного технического университета, представителей разных стран. В этом году их список с 17 вырос до 26. Причина такого ажиотажа ясна. Высокое качество образования, широкий спектр специальностей, возможность трудоустройства. Все эти положительные моменты играют ключевую роль при выборе места обучения. Вручили дипломы, и они уехали 120 человек в июне месяце. Значит, подписал я уже приглашения, которые, скажем так, почти 100% приедут, 138 человек. Ну, и сейчас ведем работу по приглашению студентов из Африки, Азии, Европы, ну, еще где-то около сотни. Поэтому, если мы выйдем вот на эту цифру уже приглашенных, то это будет довольно много для нашего университета. Без совершенствования невозможно развитие учреждений образования, считает ректор университета. В техническом вузе следят за востребованностью специальностей, вносятся коррективы и нововведения. Так, в этом году был осуществлен набор на специальность программное обеспечение. Когда-то одни специальности были очень популярны, но открывается новое, новое, новое время, меняется, ну, кругозор людей другой. Молодежь по-другому смотрит, смотрит более современные. Поэтому были когда-то популярны, сейчас о них мало кто замечает. Поэтому надо делать уже, ну, отсекать, отсекать, что-то открывать, но и на что-то, наверное, может быть, ставить и точку. Получая студенческие билеты в символичном месте, на площади церемониала в Брестской крепости, эти ребята наверняка понимали, что этот момент запомнят на долгие годы. Это здорово, что вы поступили, молодые люди, сдали экзамен и поступили в университет. Это для вас будущее, большая дорога в жизнь. София Бережная, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В наших летних выпусках «Бугенформ» уже шел разговор о благотворительной инициативе открытого акционерного общества «Берестейский пекарь». Тогда об акции «Каждая крошка в ладошку», стартовавшей в начале июня и рассчитанной на три месяца, подробно рассказал генеральный директор предприятия Леонид Брич. В настоящее время руководство пекаря подводит итоги инициативы. Подробности в следующем материале выпуска. Суть акции «Каждая крошка в ладошку», которую притворил в жизнь «Берестейский пекарь» в следующем. Семь наименований хлебобулочных изделий были отмечены специальными стикерами. На каждом название инициативы. Приобретая товар с такой маркировкой, покупатель становился участником акции. Часть средств, полученных от реализации данной продукции, предназначена для оказания помощи нуждающимся. Деньги, собранные за июнь, а это 846 динаминированных рублей, нашли своего адресата в лице Брестской вспомогательной школы. Здесь закупили комплекты одноместной мебели для учащихся, пособия и развивающие игры, а также учебное оборудование для занятий. Почему именно парты мы попросили? Дело в том, что нашим детям очень необходимо, чтобы парта была одноместной. Они имеют какие-то особенности физического развития. Кто-то из них пишет левой рукой, кому-то надо больше внимания учителя. Но одноместная парта, значит, рядом никто не мешает. Ребенок может свободно на своем рабочем месте разместиться. Очень мобильная эта мебель для того, чтобы учитель мог ее взять, перенести, ученика посадить поближе к себе, если ему надо какое-то отдельное внимание. Поэтому, еще раз повторюсь, акция очень замечательная и искреннее спасибо. Стоит отметить, берестейский пекарь сотрудничает с данным учебным заведением не первый год. К примеру, предприятие помогало организовать для ребят и педагогов образовательные экскурсии. Не закончатся добрые отношения и впредь. Руководство пекаря заверило, они всегда готовы откликнуться на просьбы и оказать посильную помощь. Деньги, собранные за второй и третий месяцы акции «Каждая крошка в ладошку», также в скором времени будут перечислены на благотворительность. Июльский сбор пойдет на помощь нуждающимся семьям Ленинского района города Надбугом, а августовский отправится в детский дом семейного типа, расположенный в Московском районе. Как сказал один классик, спешите делать людям добро, мы и это будем дальше продолжать эту работу. Оказывать помощь посильную, в первую очередь детям, инвалидам, нуждающимся в этой помощи. По словам руководства пекаря, проведенная акция имеет все шансы на продолжение. К слову, «Каждая крошка в ладошку» – не первая и далеко не единственная инициатива предприятия, имеющая социальную направленность. Бересельский пекарь на протяжении многих лет оказывает помощь детям, инвалидам и пожилым людям. Сумма, выделенная компанией на благотворительность только за последнее время, перешагнула рубеж в 70 тысяч динаминированных рублей. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Интересный и познавательный проект стартовал по всей стране 1 сентября. Образовательная акция, которую организовала компания «Волком» при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, приурочена ко Дню знаний и направлена на популяризацию белорусского языка в стране. В первый сентябрьский день известные белорусские писатели, актеры и журналисты вместе с представителями Брестского гандбольного клуба имени Мешкова провели специальные тематические уроки белорусского языка и литературы для брестских школьников. Усть чуб и лняны светлорусы, тата с мамой, белорусы, облачинка, солнцокруг, а унизе, речка, луг, и поставил подпись «Дима, это все моя?» «Дима!» «Молодцы!» Именно так мелодично и мягко, гармонично, искренне и напевно звучали стихи в исполнении белорусского актера театра и кино, журналиста Юрия Жигамонта, приехавшего в город над Богом, чтобы пообщаться с маленькими брещанами и передать им частичку своей любви к родному языку. Читаем по-белорусску звылком. Акция приурочена ко Дню знаний от ведущего сотового оператора связи, как нельзя кстати – мнение Юрия Жигамонта. «Вся беда в том, что зараз наша белорусская мова находится неулепшим станем, разумеете? И приходишь у школы, и бачишь, что дети просто мову не ведают, потому что дома батьки их не так само уже выросли, у русскомовной массеротки, у школы в Бересте все так само русскомовные, ни одной белорусской мовной не мают, только одноклассы белорусской мовной. К тому вот такие сустречки – это ведьми добрые. Али без подтримки державы, конечно, таких сустреч мало». И действительно, в белорусских школах родному языку уделяется очень мало времени. В обычной школе в расписании первого класса внесен только один час белорусской мовы в неделю. Организаторы акции уверены, данный проект поможет развить интерес детей к белорусскому языку и культуре, и популяризировать чтение на втором государственном языке. «На уроки приходят белорусские литераторы, белорусские актеры, такие как Юрий Джагомонт, Владимир Липский, Раиса Баруякова. И все они с великой широстью до детей рассказывают о белорусской культуре, белорусской мове, белорусской истории. И все они хвалюются так само разом с детьми, и дети так само великой приветливые на этот проект, наставники так само чекают нас». «Мне сейчас очень нравится, что сейчас происходит, и мне хочется, чтобы детки знали белорусский язык». Читаем по-белорусску «Звылком». Под таким названием в городе работает социально-образовательный проект, участие в котором в общей сложности примут 25 школ Бреста, Кобрина, Березы, Барановича, Пинска и Лунинца. Только за один день организаторы провели тематические уроки для младших школьников в семи школах города Надбугом, и на этом останавливаться не намерены. Акция будет действовать в течение сентября. Планируется, что за текущий месяц в социально-образовательной инициативе примут участие 150 школ и более 15 тысяч учеников по всей стране. К другим темам. Оторваться от инвалидного кресла и подняться на высоту более 2000 метров, чтобы после совершить незабываемое парашютное путешествие. Именно такой, в буквальном смысле слова, подвиг совершили брещане Анжела Миронюк и Владимир Сидоров. Несмотря на трудности и жизненные неурядицы, они полны оптимизма и готовы ради своих товарищей, те, кто в свое время, как и они, остался прикованным к инвалидному креслу и идти за новыми свершениями. Именно им они и посвящают свой первый парашютный прыжок. Вместе с Анжелой и Владимиром на борт самолета Ан-2 отправилась и наша съемочная группа. Сегодня за рулем любимого авто она с легкостью выдает виражи, не боясь ни проселочных дорог, ни опасных поворотов. Еще 9 лет назад Анжела Миронюк даже не могла предположить, что вообще сможет жить дальше. Врачи на будущее боялись загадывать. Авария, в которую попала женщина, разделила жизнь на до и после. Диагноз – перелом позвоночника. Однако Анжелу это нисколько не сломило. Наоборот, подарила главный принцип – во что бы то ни стало научиться находить свою радость и постоянно сражаться. Сражаться за право жить и чувствовать себя. Меньше года назад в структуре ДСА в женщина прошла обучение и получила права. И именно в эту организацию Анжела обратилась за помощью в реализации мечты – совершить прыжок. Такой посыл людям, у которых где-то может быть подобные проблемы или что-нибудь такое, которые замыкаются. Люди очень прячутся некоторые в своих проблемах. Показать, что если сидеть на месте и замыкаться на этом, тогда жизнь кончилась. Тогда жалеть себя остается и больше ничего. Если как-то не опускать руки, а вперед, все ограничения они у нас тут. Вот и все. До полета ровно полчаса. Это то время, за которое необходимо собрать экипировку и обсудить тактику прыжка в тандеме. Конечно, волнительные нотки в голосе Анжелы есть. Однако с присущей ей уверенностью она сдержанно слушает инструктора. Еще бы, ведь стаж мастера парашютных полетов Владимира Мороза – более полутора тысяч прыжков. Сегодня он тоже настроен как никогда решительно. Парашют специально предназначен для прыжков с пассажиром. Рассчитан на нагрузку по весу до 220 килограмм. Это вес тандем инструктора, вес пассажира и вес парашюта. Поэтому почти в два раза больше, чем обычный классический парашют, с которым прыгают спортсмены. Потому что, естественно, вес тандем инструктора и пассажира в два раза превышает. Последние минуты на земле. Водный инструктаж. И вот уже Анжела с инструктором Владимиром отправляются на посадку. Вместе с их тандемом сегодня будут также прыгать парашютисты аэроклуба. Вход по очереди в знаменитый Ан-2 и уже через секунды самолет в небе. На борту царит дружеская и по-своему семейная обстановка. Каждый старается подбодрить друг друга. Ведь, несмотря на то, немалое количество парашютных прыжков за спиной. Очередной, новый – это также испытание. Первая четверка парашютистов оказалась за бортом. За ней – вторая. Несмотря на улыбки в камеру, волнение Анжелы заметно. Однако она держится до конца, внимательно слушая рекомендации от наставников. И вот она – очередная победа. Пока Анжела была в воздухе, к своему прыжку готовился ее друг Владимир Сидоров. Несмотря на внешнюю уверенность и суровость, добрые слова от бывалых парашютистов его также подбадривают. За те 11 лет, которые Владимир провел в инвалидном кресле, он нисколько не потерял запала к жизни. Наоборот, смог укрепить дух и выдержку. В этом году молодой человек заканчивает Брестский государственный университет имени Пушкина. Постоянно занимается спортом. И вот сегодня он сможет реализовать свою давнюю мечту. Появилась такая идея, почему бы и нет. И долго, конечно, шел к этому. Но вот в этом году, конечно, очень хорошо, что совершится. Наконец-то можно будет себя проверить. Пока Владимира одевают необходимую амуницию, на горизонте появляются первые парашютисты, в их числе и Анжела. Своей жизнью и отношением к ней эти два человека доказывают и показывают, как надо ценить то, что ты имеешь сейчас. Не побоявшись покинуть инвалидное кресло и променять его на воздушные просторы на высоте более двух тысяч метров. Они смогли проявить внутреннюю силу и стремление разрушать стереотипы. И Владимир, и Анжела уверены. Не надо бояться что-то изменить. Надо верить, бороться и жить. А свой первый и уверенный не последний подвиг. Они посвящают своим близким и дорогим. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Бугинформ и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бугинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте БугТВ.БУАЙ. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов, все это вы найдете на сайте телекомпании БугТВ.БУАЙ, а также на нашем канале в Ютуб. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова